Эта конференция сейчас будет записана. Риде Макс в России у нас применяют, наверное, в большем подавляющем количестве случаев, именно для рисования интерьеров, ну а какой интерьер обходится без стен. И мы с вами как раз сможем поговорить именно об этом в течение нашего сегодняшнего выступления. Так, нам нужно будет научиться быстро строить коробочку интерьера, поговорить о том, как можно подложить туда какой-то чертеж. И, конечно же, о том, как выдерживать размеры, как редактировать модель и сравнить несколько методов между собой. Я перейду в 3D Max и мы с вами начнем. Самый простой, безидейный метод, годится для простых интерьеров, когда у вас задача стоит, построить некую коробочку, типа там обычной комнаты. Вот, давайте себе представим, у меня задача нарисовать комнату, у которой есть некие размеры, допустим, там 600 сантиметров на 400 сантиметров. И толщина стен у нее будет, ну, например, 20 сантиметров. Притом, где-то здесь там будет окно. Вот какой способ самый простой при простой? Есть такой объект, называется бокс. Вот я специально не прибегаю к использованию сплайнов, потому что сплайны – это почти всегда уже не так просто. И прежде чем я начну что-то строить, я хочу отрегулировать единицы измерения. Войду в Customize Units Setup, поставлю единицы измерения безымянные, а настоящие единицы выберу сантиметр. Я небольшой любитель миллиметров, слишком много нулей в конце меня всегда раздражает. 3D Max для маленьких помещений без разницы, можно сантиметр или миллиметр использовать, как хотите. Так вот, самый простой способ. Я без затей рисую бокс нужного у меня размера. И просто задаю размеры этой моей коробочке. То есть 400 на 600 и высота стен, допустим, 280. Нажму кнопочку F4 на клавиатуре, чтобы были видны вот эти ребра хорошо. Теперь нажимаем правой кнопкой Convert to Editable Poly, то есть конвертировать в редактируемую полигональную сетку. Включаем полигоны и удаляем полигоны верхний и нижний. Выключаем полигоны. И почти готово. Осталось только нарастить толщину стенам. Применяем модификатор, который называется Shell. И он спрашивает, сколько сантиметров наращивать внутрь, сколько наружу. И я ставлю 0 внутрь, 20 наружу. Вот и готово. Конечно, такой способ очень примитивен и годится только для интерьера самого такого простого тестового какого-то. Но тем не менее способ хороший. Возникает вопрос, а как окно вырезать? Рисуем еще один бокс. Там, где мы хотим получить окно. Располагаем его нужным образом. Выставляем размеры. Сколько там длина, ширина, высота. Здесь вбиваем высоту от пола. Допустим, до подоконника 80 сантиметров. Это можно сделать только при условии, что включена команда выделить и двигаться. Иначе вы не сможете ввести координату по Z. Ну и ставим высоту самого окна. Допустим, 160. 160 или 106, наверное. Ну и взяв стены, с помощью команды так называемой ProBoolean, мы вычитаем это окно. Готово. Способ крайне примитивный, неплохой, но имеет два серьезных минуса. Первое. Это применение команды ProBoolean. Вообще не всем нравится работать с этой командой. Потому что у нее есть там свои тараканы в голове. Надо сказать, что они уже не такие страшные, как там 15 лет назад. Тогда действительно было страшно. Там было все совсем по-другому и куда более грустно. И второй момент. Ну, естественно, это годится только для комнаты в стиле 4 угла прямые стены. Если предположить, что мне нужно помещение более сложной конфигурации. Допустим, конфигурация уже вот такая. Угловое помещение. Так она идет у меня, допустим, 4 метра. Так она идет 3 метра. Ну, соответственно, это получается 7 метров. Вот. И здесь тоже 7 метров. Я возьму 6 метров. Да, здесь 200. То есть это вот 20. Ну, 200 на 300. Ну, а это 400, соответственно, на 400. Что здесь получилось? 700. И как же быть в таком случае? Мне нужны точные размеры. В автокаде, например, я бы это начертил примитивно. Поставил бы точку и начал бы от нее откладываться размеры. 700 вбок, 700 вниз, 400 влево, 400 вверх, 200 влево, 300 вверх. И все готово. Но в Максе такого нет. Вот разработчики Максе такие-сякие не хотят нам давать чертить с привязкой со струбом последней точки. Поэтому единственный вариант без каких-то начальных чертежей. То есть, заметьте, пока я говорю о том, что у нас нет никакого чертежа. У нас нет вообще ничего. Только мысли в голове, что неплохо бы сделать вот такое помещение. Ну, тогда остается лишь какой вариант? Все-таки прибегнуть к сплайнам. То есть нажать создание, плоские фигуры и выбрать ректангл. Сплайн. Фигура плоская, прямоугольник. Я нарисую, видя сверху, тот самый прямоугольник. И я укажу размер вот этой зоны. А здесь все просто. 300 на 200. Окей. Давайте я установлю. Вот у меня высота. 300. Ширина 200. Вот этот маленький предбальничек готов. И следующее, что мне нужно, это поставить вот эту зону. 700. На 700. Окей. Давайте ее поставим. Только секунду 700. Там разве у нас, да? Попробуем. Секундочку. Посмотрим. Что-то я потерялся. Моги перейти отсюда. Измечательно. Да, так у нас только не 700 получается, а 400, конечно. Вот от линии 400 у нас отсюда считается. На 700. Да, все подойдет. То есть вот так 700, а вот так 400. И чтобы совместить два эти объекта между собой, нам придется... О, кстати, они 400, там должно 500 получиться. Если так у нас 200, а мы хотим, чтобы так получилось 700. Ну, а тут, понимаешь, я просчитался. Ладно, извините. Вот, теперь как пошел. Чтобы совместить их аккуратно, нам потребуется привязка. Я включаю привязку 2,5. И правой кнопочкой хочу выбрать режим работы. Главный режим работы, который нам сегодня потребуется, это вертекс вершины. В этом режиме объекты можно сопоставлять между собой с клеевыми вершинами. Ну, и вот получается 200, здесь 500, так 700, так 700, так 300. Вроде это то, что я быстренько заявил. Не знаю, я быстро все слепил. Да, 4, все нормально. Теперь совпало. Но а что дальше делать? А вот дальше не надо их никак соединять между собой, заниматься подобной ерундой. Мы заходим в команду линия. Работать через сплайна чуть сложнее, чем работать через начальный бокс. Но ничего особо страшного. И вооружившись командой линия, мы просто точку за точкой вот так вот прочерчиваем границы помещения. Щелк, 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 щелк. Отвечаем да. То есть я одной линией начертил сплошной контур. Теперь я его отодвигаю в сторону. И вижу, что вот тут моя разметка, которая больше не нужна. А вот готовый контур помещения с точным размером. Если я хочу дать ему некую толщину стен, можно воспользоваться, например, таким подходом. Нажать модификацию. И в сплайнах, а это же сплайны, включить субобъект сплайны и найти команду outline. Outline, интересно чем? С ее помощью можно имеющуюся фигуру копировать, создавая фигуру большего или меньшего размера. Притом можно указать точное количество сантиметров до отступа. Вот я хочу 40-сантиметровые стены. То есть я печатаю 40 и нажимаю Enter. При этом, кстати, есть вероятность, что стены построятся внутрь. Ну давайте посмотрим. Нет? Наружу. Все отлично. Если бы они построились внутрь, пришлось бы нажать отмену и вбить минус 40. Отключаем сплайны, делаем экструд, поднимаем стены. Вбиваем 280. Вот, пожалуйста. Те же самые стены. Ну а окна и двери придется также вычитать командой Boolean. То есть также придется встраивать какие-то боксики сюда. Один, допустим, здесь. Это у нас будет дверка. Ради чего-то должен быть этот выставок здесь, правильно? Вот я ставлю, допустим, соточку ширина и 210 высота. И, скажем, два окна вот тут. Ставлю размеры. Допустим, 160 ширина. 180 высота. Высота от пола 40 сантиметров. Пускай будут низкие полы. Низкие, низкая посадка, как он. Ну и вот там, допустим, два окна здесь и одно здесь. Также взяли стены, нажали Compound объекты, ProBoolean, StartPicking и показали все вот это. Из минусов. Если мы хотим отредактировать стены. Вот у меня получилось что-то. И я хочу, например, вот эту перегородку подвинуть немножко правее. Можно ли это как-то сделать? Можно. Но это не так просто, как хотелось бы. То есть, если это булевский объект, а это булевский объект, то есть два варианта редактированных. Можно, например, включить операнды, и мы увидим все эти болваночки. То есть, можно, скажем, взять одну из болванок, передвинуть сюда, развернуть. С привязкой, конечно, лучше развернуть. И теперь мы выключаем операнды и получаем результат уже с новым положением окна. Но это не позволяет нам передвигать стены. Чтобы передвинуть точки стен, по идее можно поступить так. Перейти в парабулияне, в линию, это основа парабулияна. У нее включить точки, выделить точки. К сожалению, нет визуализации выделения вершин. Но тем не менее, можно их будет видеть. В этот момент вы не будете видеть окон и всего остального. Также вы не будете видеть точного смещения, насколько вы их двигаете. Ну, там можно придумать способы, как заранее разметить необходимость передвигать куда-то эти точки. Ну, и потом я также вернусь в булли, и вот я получил измененные стены. В общем, редактировать можно, хотя и не так удобно. И вы полностью зависите от надежности работы команды ProBull, которую не все, далеко не все пользователи, ценят и любят. Именно потому, что она считается не самой надежной. В обоих случаях, заметьте, мы не использовали никаких начальных чертежей. И это ошибка. В МАКСе очень неудобно строить помещение с нуля. То есть в МАКСе невыгодно заниматься проектными работами. В МАКСе надо заниматься визуализацией. То есть созданием картинок в момент, когда помещение уже спроектировано. И вот представьте себе, у меня есть несколько чертежей. План квартиры, комната в сантиметрах автокадовская, и план отдельной комнаты. Планы – это обычные JPEG. Вот представьте, имеется у меня такая картинка. И я хочу быстро эту комнату воспроизвести. Уже в 3D. Это простейший подход, проще не придумаешь. Для того, чтобы ее построить, мне необходимо посмотреть, какие размеры в пикселе здесь. Вот они. 1400 на 1481 на 1440. Это важно почему? Потому что мне придется сейчас наклеивать ее на плоскость. Это же JPEG с ним, только так можно. Я создаю плоскость. Плайн. Пока я не знаю, какого размера. Но я знаю, что размер того самого изображения, которое только что я вам показывал, комнатой, оно было… Давайте еще раз посмотрим. Я уже забыл, извините. У меня сегодня уже в 10 утра на работе. И чуть-чуть устали мозги. Но, надеюсь, я сейчас найду. 1481 ширина, то есть вот этот размер у нас. И 1440 высота. Высота у нас еще характерна первая. Ну ладно, 1440 на 1481, если ничего не было. Вот это ее размеры, но это размеры в пикселях, не в сантиметрах. Я их установил только по одной причине. Чтобы у меня совпадали пропорции. Фактически размеры неверные сейчас будут. А вот пропорции, да, пропорции совпадут. Проверим, что стоит галка Generate Mapping Coordinates, но убрана галка Real World Map Size. Это важно. И теперь я из проводника, без затей, эту картинку просто перенесу вот так на плоскость. Но, как я могу быть уверен, что размеры правильные? Никак. Я могу быть уверен наоборот, потому что они неправильные. Это почти наверняка так и будет. Давайте в виде сверху я нажму клавишу F3, чтобы увидеть картинку. И мне нужно подогнать это в правильный размер. К счастью, я знаю, что вот это, скажем, 3 метра. Тут прямо написано. Ну, 3000. Хорошо. Тогда я нарисую линейку. Я просто нарисую бокс. И задам ему длину. 3 метра. 300. То есть вот, вот это 3 метра фактически настоящее. А вот это в чертеже. Ну, значит, нам нужно взять чертеж и уменьшить его. Команды, может так. Оп. До пока оно не совпадет. Еще уменьшаем. Уже лучше. Даже перестарался немножко. Хорошо. Да, друзья мои. Сейчас наверняка многие из вас подумали, но это же будет не точно. Да, это будет не точно. Это будет, дорогие друзья, абсолютно не точно. Ну, как абсолютно? Плюс-минус пара сантиметров. Не могу сказать, что это критично. То есть пара сантиметров промаха в МАКСе для интерьера вообще ничего не значит. Честно говоря, и в реальной жизни тоже. Там, когда стены будут штукатурить, эти пара сантиметров сыграют непредсказуемо. Скорее всего, в минус. В любой ситуации, друзья мои, при достижении вот примерно такого качества попадания, то есть вот фактические три метра, вот три метра чертежа, ну и они совпали. Ладно, окей, стираем этот бокс. То есть у нас теперь есть аккуратная разметка. И я хочу по этой разметке построить комнату. Как мы ее будем строить? Создание линии. Тут придется строить линию. И начнем мы вот с этой точки. Я ставлю точку сюда. Нажимаю клавишу shift, чтобы линия чертилась аккуратно. Точка сюда. Точка сюда. И вот очень известный фокус. Я ставлю точку на дверной проем. То есть здесь. Следующую здесь. Ну а теперь сюда еще точку, еще точку и в колец. Зачем мне нужны точки на проемах? Сейчас, друзья мои, в это увидите. Включаем вершины в линии. Это для того, чтобы можно было какие-то вершины подвинуть, если они там стоят к риму, например. Ну я когда ставил их, естественно, промахивался. Тут же нет никакой привязки. Мы же попадаем по точкам JPEG обычного. Но вот будем считать, что это готово. Теперь без затей. Делаем правой кнопочкой Convert to Editable Poly. То есть мы превращаем ее в плоскость. И сразу выделяем полигон. И делаем ему экструд. И вот модель выдавливается. И мы видим, что сразу задается высота нужная. Допустим, 280. Мы нажимаем ОК. И получаем комнату. Но у нее размечены границы окна и двери. Можно схитрить еще интереснее. Я отменю выдавливать. И сделаю экструд не на 280. А следующим образом. Вот давайте представим себе высота стены. Вот так вот в ней идет окно. Вот так вот сбоку. Я прямо нарисую дверь. И вот это у нас 280. Окно до подоконника 80. До верхней точки 210. И досюда, ну, это 280 получается. И нам нужно узнать теперь вот эти вот расстояния. Если здесь 80, то до отметки 210, вот это, именно вот это расстояние, сколько же у нас будет? Это 210 минус 80. То есть 170. И вот это расстояние, это 280 минус 210. То есть 280 минус 210, 70. Вот теперь мы знаем, какие высоты вбивать. 80, 170, 70. Я вбиваю 80. И нажимаю ОК. Снова экструд. 170. Снова ОК. И опять экструд. И еще раз 70. И опять ОК. А теперь у нас есть полигоны, которые можно выделить и без затей стереть. Тем самым вырезав проем под дверь и окно. То есть, заметьте, при таком подходе сетка получается суперпростая, с минимальным количеством полигонов. И при этом все очень точно выстроено. Если, допустим, друзья, вы хотите подвинуть границу окна повыше, вот, скажем, окно будет не 210, а, скажем, 260, то всего лишь надо выделить вот это ребро. И вот высота у него. Сейчас 250. И я там вобью 280. Вот она поднялась повыше. 210. Опустилась повыше. Я, кстати, походу ошибся в расчетах. Извините. 210. Вот она. Ну, если я хочу сейчас переставить на 210, мне достаточно выделить все вот эти точки. Оп. И вот их координаты. Можно вбить отмер. Вот 210 стало. Здесь вроде все хорошо. Здесь 320. Сейчас тоже будет 280. Ладно, ошибся я где-то. В спешке вбиваю сейчас эти размеры. Как видите, в любом случае, я могу выделять группу точек и просто вбивать им новую высоту. То есть нужно сделать потолки 3 метра. Выделили верхние точки и вбили 300. Нужно окна поднять. Только окна, например. Выделили все точки или все ребра, кроме тех, которые приходят к двери. К двери не надо. И вбили большую высоту. Ну, допустим, 200 сон. И вот окна поднялись, двери остались на прежней высоте. То, что здесь идет диагональ, да ничего страшного. Но если вас раздражает диагональ, то отдельные ребра можно убирать. То есть вы можете брать edge, то есть ребра, и выделяя ребра, нажимать на клавиатуре control-backspace. Держа клавишу control, нажимаете backspace, ребра исчезает. Если по какой-то причине вы хотите новое ребро, вот так, можно взять команду cut и просто попросить Max вот эту точку. Соединить ребром с этой точкой. И все готово. Ну, это такая очень гибкая методика построения. Ну, а толщину стен можно сделать так же, как и здесь. То есть модификатором shell. Я вот применяю модификатор shell. И у меня выстраиваются стены. Единственное, что вы можете видеть, что они закругляться пытаются. Поэтому надо поставить у shell галочку в самом конце straight corners. Прямые углы. Оп, готово. Вот готовая комната. Очень аккуратная геометрия стен. Ее можно легко модифицировать. То есть если где-то там что-то надо подвинуть, изменить, пожалуйста, включайте точки. Выделяйте любые точки. Ну, допустим, вот сверху я выделяю границу окна. И вот у меня окно должно до сюда дойти. Ну, взял точки, подвинул. Подключил точки. Вот, пожалуйста, окно теперь здесь начинается. Ну, вот, поэтому в плане редактирования чего-либо, вот этот метод очень неплох. Единственное, что вы так не сможете сделать арочные окна. Арочные окна, конечно, делаются только через булли. По-другому сложно будет. Вот, скажем, дверь нужно сюда переставить. Выделяем точки двери. Начинаем их двигаться. И прямо в реал-тайме передвигаем дверь, куда хотим. Можно даже включить кнопочку, показывая конечный результат. Тогда будет видно уже на 3D-модели с толщиной стен, как все это передвигается. Ну, всякие толщины и прочее редактируются также. Очень удобно. И, повторюсь, этот способ вообще не требует каких-то навыков сложных. Минус. Минус этого способа очевиден. Невозможно легко сделать внутренние перегородки. Если вы будете пытаться сделать с перегородками внутренние, черта не выйдет. Как же делать с перегородками? Давайте попробуем еще один вариант. Я рисую новый plane в качестве подложки. Оп. И новый plane послужит для вот этой... Sorry, друзья мои. Я закрыл папочку. Это было с моей стороны не ума. Вот. Это уже план целой квартиры. Давайте я его кину на этот plane. Но мне нужны пропорции. То есть пропорции надо выяснить по количеству пикселей в картинке. Пиксели здесь. 695 на 667. Но сначала вбивается высота. 667, 695. Ок. 667. То есть 95. Напомню, это лишь пропорции. А с размерами сейчас придется немножко помучиться. Так. Ну вот, допустим, те же самые 3,5 метра у нас есть, да? Давайте сделаем линейку. Очередной боксик. И сделаем 350. Хорошо. У него 350. Вот этот вот размер. И теперь мы можем масштабировать чертеж. Пока бокс не попадет, куда нам нужно. Немножко унылый процесс. Я понимаю сейчас возмущение тех из вас, кто работает там архитектором или что-то в этом духе. И привык до миллиметра попадать. Но это в конце концов визуализация, друзья. Здесь не требуется попадать в размер. Здесь требуется делать красиво. Сделать красиво вам это не помешает точно. Вот в пропорции попасть важно было. Ну все, готово. Что дальше? Теперь мы берем команду line. И вот тут мы будем все-таки рассчитывать на команду boolean. То есть будем стены зашивать насквозь. Взяв команду line, мы чертим по точкам сначала внешнюю линию стен. То есть не пытайтесь залезать внутрь пространства. Просто вот так начертите стены по внешке. Тут даже не требуется попадать аккуратно. Можно сделать грубо. Следующая команда line пройдет по внутренним стенам. Можно придерживать клавишу shift, чтобы получалось ровненько. Вот так вот. Грустно то, что мы чертим на глазок, но тут ничего не поделаешь. Здесь получается стена кривая. Подробнее немножко. Здесь еще два помещения. Вот это помещение я нарисую командой rectangle, то есть прямоугольник. Ну быстрее получается, чем с линиями. А это помещение придется строить командой line по точкам. Ну и ладно. Дальше. Выделяем первую фигуру, самую большую. И пользуемся командой attach. Присоединить. Вам нужно внутренние линии присоединить к внешней. Вот я их всех посоединял. Ну а дальше все штатно. Приделали экструд. Зачем мы их присоединили? Только в случае присоединения внутренние линии считаются дырками во внешней. То есть теперь при экструде будет получаться вот что. Да, способ немножко посложнее. И видите, не получилось. Не получилось. Сразу вчертить сюда окна и двери. То есть окна и двери все-таки придется на плечи команде boolean завалить. То есть я вот сейчас нажал alt-x, выделив стены. Очень полезное сочетание. Нажимаете клавишу alt и одновременно с ней x. В этом случае объект становится прозрачным. Вы через него начинаете видеть. Ну и, соответственно, взяв команду box, я начинаю вчерчивать окна. Раз окно. Высота сразу убиваем, допустим, 160. И включив команду выделить и двигать, высота от пола, вбиваем 80. Готово. Два окна. Здесь потом придется достроить небольшой простенок под дверку. Но неважно. Здесь будет высота. Вот смотрите, здесь у нас получается 80, да, плюс 160. Это значит верхняя точка 80, плюс 160. Это получается 200, вот надо же, извините, 240. Я уж побоялся, сейчас скажу, ерунду какую-нибудь. А значит здесь я поставлю тоже высоту 240, но уже от нуля. Хорошо. Еще у нас задача здесь сделать дверку. Только здесь не 240, а 210. И ширина ее будет где-то вот такая, да. Еще одна дверка тут. Мне очень удачно ограничиться стенкой. Ну ладно, такое. 90 ширина у меня. Хорошо. И еще одна дверка попадает сюда. Они, видите, все 210, поэтому я могу только шириной манипулировать. Здесь 70. Все. Давайте выгрызать их. Выделяем стены, создание, компаунд объекты, про буллиан, старт пикинг. И указали все эти баллоны. Ой, 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 я чертошил это. Прости, господи. Указываем все эти баллоны. У нас получаются замечательные стеночки. Теперь в них можно вставлять окна, двери и так далее. Кстати, заметьте, вот этот глюк очень нездоровый. Видно, что как будто градиентная заливка такая здесь присутствует. Это любимая ошибка команды буллин. Называется ошибка с группами сглаживания. Если вы видите такую ерунду, имейте в виду, это останется на финальной картинке. Она будет смотреться отвратительно. Очень желательно после команды буллин применить модификатор, называется смуз. Он решает эти вопросы все. Если вы примените модификатор смуз, вы уберете проблемы с группами сглаживания. Можете его не настраивать, просто примите. Вот, сразу стало лучше. Заметьте, без него снимем. Но вот эти способы, они позволяют хорошо строить стены. Да, мы здесь были вынуждены команду буллин использовать, к сожалению. Ну, что поделать. Но, что плохо, ни здесь, ни здесь нету никакой точности разумной. Разумная точность. Ну, на самом деле, разумная точность там как раз есть. И с ней все отлично и в порядке. И я 95% своих интерьеров делаю именно по такому принципу. Потому что у меня там есть какие-то JPEG из PDF, который дизайнерское решение представляет. И я просто этот PDF в Photoshop превращаю в JPEG и засовываю его в Max. И вот там всякие мои визуализации, типа там вот таких вот. Это все сделано по этому PDF. Я даже скажу больше. Вот это сделано по такому же принципу. То есть даже большие дома я так строю. То есть вот здесь просто подложен был чертеж из PDF документации к этому зданию. И по нему все это было начерчено. При этом таких чертежей было несколько. Еще стояли чертежи вот так с фасадами, по которым я чертил. Ну вот, то есть это, в общем-то, очень такая практика, я бы сказал, типовая. То есть строить по PDF-ке это удобно. Ну, в смысле по JPEG. И почти все, что я делал с интерьерами, это практически всегда было именно по такому методу сделано. Но где-то, ну, допустим, вот тут и в других работах, сейчас еще не буду нестать, извините. Я использовал автокадовские или архикадовские проекты. То есть если у тебя есть файл, сделанный в автокаде, то ты можешь его импортировать в Max. И это толково. И такой файл есть. Чтобы перенести сюда в Max автокадовский, архикадовский, не важно, какой там ревитовский план, вы нажимаете файл импорт мерч. Именно мерч, не open, друзья. И указываете этот самый файл. Вот у меня такой файлик есть. Давайте я найду его. Упс. Только не мерч. Вот я уставший, просто если друзья. Не мерч, конечно, а импорт. Файл импорт импорт. Ерунгу сказал, все. Итак, файл импорт импорт. Вот, теперь да, все в порядке. Захожу я в папку. Вот он. Заметьте, он начерчен в сантиметрах. То есть прямо в автокаде сантиметры использовались. Это не важно, что там использовалось. Важно, чтобы вы знали, что там использовалось. То есть хот дюймы. Главное, чтобы вы знали об этом. Потому что сейчас при импорте меня спросят, какие единицы использовались в этом файле. И вот здесь я должен указать единицы файла. Но чаще всего, конечно, миллиметра. Ну, я, видите, сантиметр сделал, поэтому я так и укажу. Окей. Ничего менять не нужно. Просто нажмем окей. И вот чертеж перенесся. Вот он. Я возьму этот чертеж. Сгруппирую его. Ну, если бы он состоял из отдельных деталей, да, его лучше было бы сгруппироваться. Ну, сейчас он валяется где-то там. Давайте его подвинем. Что с ним можно сделать? Ни в коем случае не пытайтесь его выдавить. Команда Extrude. Это совершенно лишнее. Его нужно, друзья мои, как-то не страшно звучало бы, перечертить. То есть взять вид сверху. И с помощью команды LINE просто обчертить его замок. И я вам покажу неожиданно немножко методику. Я не могу сказать, что она мне нравится. Но она позволяет очень серьезно продвинуться в избавлении от команды Boolean. Можно вообще без Boolean ей пользоваться. В чем суть? Вы берете команду LINE. И сейчас мы будем перечерчивать чертеж замок. Включаем привязку. И команды LINE я черчу, но не весь чертеж. А вот я начинаю от угла. И я перечерчиваю только кусок до ближайшего окна. То есть вот до окна и сразу внутрь. Вот это вот все я начертил. Вот так вот. Сюда, 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 сюда. И до следующей врезки в стену. То есть до двери. Вот до двери я начертил. Благодаря привязке я черчу идеально. То есть вот тут уже точность она хирургическая. А она не приблизительно, абсолютно. И вот я начертил такой кусок стены. Что дальше? А дальше я черчу следующий кусок. Но только я выключаю галку Start New Shape. Это означает, начерченная линия будет являться неотъемлемой частью старой фигуры. То есть я продолжаю чертить, но эти детали сразу уже заоттачены. Как вариант, можно без этого. Но тогда придется оттачем все это соединить потом. Как хотите. То есть можно, пожалуйста, не включать эту галку. Но тогда все новые детали, которые будут начерчены, придется соединять между собой. Вот. Давайте я все-таки использую более продуктивный вариант. Я уберу Start New Shape. И вот я черчу теперь оконный проем. Именно по четырем точкам. То есть вы должны начертить его вот так. Как отдельную деталь. Теперь я черчу следующую деталь. Вот так вот. И до конца двери. И вот тут я хочу даже полочки вот эти чертить внутрь. Потому что они у меня будут начинаться на высоте 40 от земли. И дальше я начерчу и полочки. И тоже прямоугольниками. То есть вот так. И эту полочку. И дверочку. Не попал. Можно нажать Backspace на клавиатуре и отменить последнюю линию. Вот теперь попробуем. Все. Отключаем. Вернее наоборот ставим Start нишель. Нажимаем модификацию. У нас получилась вот такая странная штука. То есть эта штуковина, она что из себя представляет? Это набор вот таких сплайнов. Притом здесь отдельно существуют. Отдельные куски помещения. И вот их сейчас для вас специально растаскиваю. Понятно, это делать не стоило. Но я их растащил, чтобы показать вам, что они себя представляют. Давайте верну все назад. А вот теперь, друзья, неожиданно я делаю правой кнопкой Convert to Editable Poly. Только не вот этому. Это у нас оригинальный чертеж. Я его удалю. А вот то, что я начертил. Ну, давайте я не удалю его. Плохая идея было удалять. Я его в сторонку сдвину. Вообще-то его заморозить стоило. Но я сейчас не хочу об этом рассказывать ничего. Я его просто в сторонку беру, чтобы он не мешался. А вот эту ерунду я сделаю Convert to Editable Poly. А дальше самое интересное. Включив полигоны, я понимаю, что каждую часть... Я только цвет поменяю, цвет очень удачный. Каждую часть я могу выделять отдельно. То есть я вот отдельно выделяю вот этот кусок стены. И я ему нажимаю Extrude и ставлю 280. То есть до конца по высоте. Этот кусок тоже 280. Вот эти маленькие кусочки должны подняться на 40 см от земли. Выделю их оба, нажму Extrude и сделаю 40. И окей. То есть видите, в чем дело, да? Никакого були, не надо бы врезать ничего. Оно сразу получается по высотам. А вот это как быть? У меня дверь должна идти до высоти 210. А потом порастернуть. Я беру вот этот кусочек. И я могу одному отдельному полигону ввести высоту. Ввожу 210. И он перемещается на высоту 210. И я нажимаю Extrude. И тут я просто должен примерно угадать, сколько надо. Ну, а потом подровнять вход. Окей. Готово. Стоит заметить, что снизу вот здесь вот будет дырка. Как, собственно, и вот тут везде. Сейчас мы этот вопрос решим тоже. Это не страшно. Что с окном? С окном поинтереснее. Окно должно идти до какой-то отметки. Допустим, до отметки 60. И я нажимаю Extrude. 60. Окей. Ну, давайте 80. Окей. А вот дальше сверху-то тоже простенок должен быть. И как мне его сделать? Я беру вот этот полигон. И довольно редкий трюк. Я использую команду detach, то есть отсоединить с двумя галочками. Это означает сделать еще один такой же полигон и не отсоединять его. Оставить его в этой же модели. Ставить его в бегалке и нажимать ОК. И теперь у вас вот тут еще один полигон образовывается. Такой же конфигурации. И его можно ввести точное значение. Ну, допустим, там, не знаю, 200 сот. Extrude. И дотягиваем его до конца. Допустим, еще плюс сотка. ОК. И мы получаем нужные высоты. Но там же вот эти проблемы остались. Не проблема, друзья. Вообще не проблема. Да, много разорванных кусков. Но если вы включите бордера, то есть границы, и выделите рамочкой всю модель, вы выделите все так называемые разорванные границы. То есть все края всех отверстий. Всех, ну, слово отверстие не подходит. Всех незамкнутых участков. Это я совсем правильно формулировал. И команда CAP их затыкает крышками. Чпок. Готово. Вот получили стены. Притом они идеально точные. И без команды Boolean. И что еще здорово. Можно каждый из этих кусочков редактировать независимо. Ну, например, если вот тут должна быть выемка под радиатор. Я просто возьму данный полигон и подвину его. И поскольку здесь у меня полигоны имеются какие-то, то мне не нужно потом думать, как зашить разрыв вот этот. То есть при способе, который он показывал тут или тут или тут, вот так полигон подвинуть нельзя. То есть заметьте, вот тут просто нет полигона. То есть если я захочу здесь сделать выемку внутрь, то даже если я конвертирую все это в editable folie, я пойму, что я не могу выделить отдельный полигон вот этот, чтобы вдавить его как-то. То есть да, я могу, конечно, командой cut вот так подрезать, потом выделить, потом экструдом вдавить. То есть как бы это можно в любом варианте предусмотреть. Но здесь это легче всего. Потому что здесь все вот это, это отдельные элементы. То есть можно выделить, скажем, два вот этих полигона и вдавить их так. А два вот этих полигона и поднять их вот так. А можно вообще взять два этих элемента и с shift-ом скопировать их. А, вот только сейчас, да. Там не shift, а можно нажимать ctrl-shift, вроде, да, если я не ошибаюсь, да, ctrl-shift. Но это особенность последних ваксов, ладно, не важно. Вот я их поставлю вот так вот. Но опять, если нужно на четкую границу ставить, можно выделить полигон и вбить с клавиатуры четкий 280. И здесь тоже. Вот что плохо, нельзя двум полигонам сразу убивать. Это тоже можно обойти, но сейчас я не буду жидоваться. Вот этот способ построения стен очень интересен, потому что он позволяет и потом контроль хороший иметь, и легко выстраивать любые даже очень сложные конфигурации. Друзья мои, мы увидели с вами несколько вариантов по нарастающей. Из обычного бокса до нескольких прямоугольников бокса, импорт JPEG, импорт JPEG со стеночками внутренними и импорт автокадовского чертежа с последующим его построением вот таким необычным способом. Что я хочу сказать? Если вы впервые сталкиваетесь с рисованием стен, ну или раньше это делали как-то по-другому, вы можете перепробовать все вот эти варианты. Я даже не пленюсь сохранить свой конечный файл. Давайте я его сохраню в мою папочку, которую я предусмотрел для вас. World Construction, назову Final. И еще выберу версию Макса старенькую, чтобы он открылся у вас, даже если вы используете не 2021 Макс, а более древний. И вот сейчас я попрошу мой компьютер эту папку заархивировать. Ага, понятно, могу так сделать. Извините, друзья. Вот теперь могу. И скину вам ее на растерзание. Если вам, конечно, хочется с ней поработать. Пока папочка копируется, хочу сказать, друзья мои, то, что сейчас я вам показал, это, конечно, такая короткая выдержка из большого объема знаний, которая необходима для уверенного построения как самих интерьеров, так и деталей для них. У нас в компании специалист читается множество курсов по этому направлению и по построению, и по визуализации. И если вам понравилось, друзья, то, что вы сейчас увидели, вы хотите узнать больше, я хочу пригласить вас на курс, который называется «Сложное моделирование, архитектура и интерьер». Этот курс будет у нас через неделю, то есть он начинается 14 числа этого месяца. И там вы увидите, как нечто похожее на то, что вы сейчас делали, так и огромное количество других интересных примеров, практически сугубо, на тему, как строить детали для интерьеров, как строить стены, крыши, там всякие перекрытия, как делать ландшафты, ну, в общем, все, что нужно для того, чтобы более уверенно чувствовать себя при построении интерьеров, зданий, разного рода проектов подобного рода. Я сейчас скинул вам ссылку прямо в чат на папочку с чертежами и конечным вот этим файлом. Поэтому, если у вас будет желание, вы можете по этой ссылке скачать вот этот контент весь и попробовать своими силами построить сначала простую комнатку, потом сложную комнатку, квартирку, студию, ну и потом по автокадусскому чертежу стены. Если вы хотите прямо сейчас, друзья мои, попробовать свои силы в подобных построениях, но пока сомневаетесь, получится у вас это или нет, ввиду того, что у вас слишком мало знаний, чтобы прямо пошагово повторить то, что я вам показал, я могу вам посоветовать еще две вещи в виде двух ссылок на мой YouTube канал. Вот я вам сейчас скину ссылку. Это самый популярный урок с моего YouTube канала, он в Вичковский. Там как раз показано, как быстро строить стены по чертежу. Именно по джипеговскому чертежу. И есть еще один урок. Тоже ссылку сейчас скину. Чуть более старый. Там, я боюсь, звук немножко похуже. Там показано, как использовать автокадовские планы. Если вам больше понравился трюк с автокадом, пожалуйста, насчет автокадовских планов. Поэтому, если у вас будет желание, да, вы можете посмотреть эти видосики, не дожидаясь начала занятий. Но они ни в коем случае занятия не заменят, конечно. Это о другом. Уважаемые слушатели, на этом я заканчиваю свое выступление. Надеюсь, я смог развлечь вас в этот пятничный вечер. Спасибо, что были все онлайн. Всем передаю большой привет и мое почтение. Друзья мои, спасибо за внимание. Приходите к нам на курс. Буду рад вас видеть. Увидимся 14-го числа. Конец записи. Субтитры сделал DimaTorzok